Чудесный день представляет Так, вот здесь нет Ну, Трецератопс, задал ты мне задачку Где же отыскать эту траву? Я уже далеко за пределами долины динозавров А это что там такое? Ну-ка, ну-ка, любопытненько Я принял решение И сейчас вам его оглашу Больше невозможно терпеть И нет ни малейшего желания здесь оставаться И мы сегодня же улетим отсюда Что думаете? Полностью согласен с тобой, вожак Здесь всегда темно и полно мерзких и ядовитых змей А у меня вопрос Куда мы полетим? Страшно в неизвестность Я нашел хорошее Нет, просто превосходное место Правда, оно уже занято Но это не проблема Освободим Нам придется сражаться А может, лучше поищем свободное место? Нет Я хочу жить именно там И вы не захотите отсюда уходить Когда увидите, как там хорошо Потрудиться, конечно, придется Но не сильно Там живут динозавры Нам не составит труда справиться с ними Долина динозавров Сегодня же будет нашей Долина динозавров? Нет Выдвигаться будем завтра На рассвете Сегодня надо отдохнуть Все Расходимся Гик, тебе придется немного подождать Я за нужной травой отправил птеродактиля Но он куда-то запропастился Надеюсь, он не забыл Экстремальное приземление А почему ты без травы? Так и знал, что забыл Да не до твоей зелени сейчас Мне срочно нужно поговорить с Дерексом Не до моей зелени? Вот значит как Посмотрим, как ты заговоришь Когда тебе понадобится помощь Да на нашу долину Готовится нападение Я должен срочно предупредить Выжака об этом А долететь до него У меня уже сил нет Я так быстро Летел Что Я летал Искал нужное лекарство По просьбе Трицератопса Наткнулся на шайку драконов Ну я Естественно Решил Подслушать Ну да Их вожак сказал Что ему понравилась наша долина И он собирается Напасть на нас И захватить Когда? Завтра на рассвете Они будут выдвигаться На... На рассвете Значит мы не успеем Позвать на помощь Драго или Шрама Спасибо птеродактиль Отдыхай пока И как силы появятся Сразу лети на остров драконов Гик Пойдем обсудим Создавшуюся ситуацию Трицератопс Пока никому ни слова Чтобы не сеять панику Понял Буду нем как рыба Что думаешь по этому поводу? Нелегкая задачка Нам предстоит Одно дело сражаться с динозаврами А другое с драконами У них есть крылья и огонь Мы беззащитны перед ними То есть ты предлагаешь Драконам Экстренную эвакуацию? Я бы боролся до последнего Но рисковать жизнями всех жителей долины Я не готов Что ж Соберем собрание? Да Но не всех А только наш костяк Из сильнейших Как скажешь Теперь вы знаете Что нам угрожает Готов выслушать Готов выслушать Нет Я категорически против Ухода из долины Сегодня мы уйдем отсюда А завтра эти драконы Или какие-нибудь другие Выгонят нас Из другого дома Мы что Так и будем Всю жизнь скитаться? Согласен Согласен за уроном И я тоже Без всяких сомнений Я за битву Гик Что скажешь? Поддерживаю всех Тем более Больше чем уверен Что у тебя есть уже план действий Так Ну есть кое-что Раз мы решаем остаться То всех травоядных Мамочек Детей И мелких динозавров Надо предупредить Чтобы сидели дома И не высовывались Никого не должно быть на улице Это первое Второе Мы беззащитны Если драконы Будут в воздухе Значит надо Чтобы все летающие динозавры Всеми возможными средствами Спустили их на землю Это могут быть Лианы Или сети А наша задача Загнать драконов в воду Но надо действовать Очень быстро Так как огнем Они Спокойно пережгут лианы Как-то так Что ж Будем пробовать Тогда Все начинаем Готовиться Все по местам Драконы на подлете Спрячемся Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не, ты очень вовремя... Но как ты здесь оказался? Так птеродактиль прилетел и рассказал, что у вас происходит. Правда, он так быстро летел, что бедняга не может подняться с земли. Его морец выхаживает. Я понимаю, что ты ложак. Думаю, мне представляться не надо. Нет, я знаю, кто ты. И прошу, отпусти нас. Обещаю. Я больше не посмею напасть на долину динозавров. И вообще, мы найдем себе дом, где никто не живет. Даю честное драконье слово. Что ж, я тебе верю. У вас есть пара минут, чтобы улететь отсюда. Уберите с них камни, пожалуйста. Дракон, спасибо за помощь. Да вы и без меня прекрасно справились. Но мы не знали, что делать дальше. Поэтому твое появление решило исход дела. Надеюсь, птеродактиль быстро восстановит силы и вернется. А то мы без него как без лап. Да, он ваша палочка-выручалочка. Мне пора, Терекс. Рад был повидаться. До встречи. Чудесного всем дня! Детки, пора ложиться спать. Ну, можно еще чуть-чуть поиграть. Нет, родные, уже солнце садится. Скоро совсем стемнеет. Папы еще нет, а мы привыкли, что он нас целует перед сном и желает спокойной ночи. Да, что-то он задерживается. Давайте готовьтесь ко сну, а я схожу за папой. Бронз, дорогой! Ты не хочешь закончить на сегодня? Поздно уже. Я хочу побыстрее достроить для нас новый дом. У нас скоро будет много детишек, я надеюсь. А нам и сейчас тесно, как в муравейнике. Ну, как знаешь. Пойду укладывать детей спать. Правда, без тебя они не очень хотят ложиться. Хм. Да, они любят, когда я их целую в лобик. Знаешь, пожалуй, я закончу на сегодня. Продолжу утром с новыми силами. Так будет даже эффективней. Пойдем, Венера, будем ложиться спать. Ты сан-траву не забыл? Нет, конечно. Тогда идем. Чего ты ко мне прицепился? Я и сам справлюсь. Иди, бери второго. Иди, бери второго. Венера, Венера, проснись. Бронс, только расцвело. Я хочу еще поспать. Детей нет. Как нет? Куда они могли убежать в такую рань? Не думаю, что они сами ушли. Посмотри, вокруг лежит сон-трава. Поэтому мы не слышали, как их кто-то забрал. Нет, только не это. Но почему? Успокойся, родная. Мы их найдем. Обещаю. Все разбиваемся по парам. Я иду с Гигом. Венера с Юпитером. Бронс с алмазом. Брут с зауроном. Пин с Грогом. Тараска с Хэнком. Птеродактилы облетают и смотрят сверху. Птеродактиль. Скажи травоядным, чтобы тоже подключались к поиску. Но только в пределах нашей долины. Пусть обследуют каждый куст, каждую пещеру и яму. Я понял. Трицератопс. Да, Терексик. Ты останешься в долине динозавров за главного. И координируешь действия всех травоядных. Я? За главного? Ну, я... Хорошо. Как скажешь. Не бойся. С тобой останутся заурифаганаксы. Марта, Кейт и Фаги. Но они сильные дамы. Всё, отправляемся. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Брон, предлагаю обследовать место вокруг пещеры. Ты заходи слева, а я справа. Лучше не разделяться. Так быстрей получится. Какой смысл ходить вместе? Давай, пошли. Субтитры делал DimaTorzok Тирекс, пора возвращаться домой. Давай ещё к озеру сходим. Скоро стемнеет. Мы не успеем вернуться. Завтра продолжим поиски. В темноте мы всё равно никого не найдём. Да и устали уже все. Мы с самого утра ходим. Да, ты прав. Возвращаемся. А может кто-то уже нашёл детей? Очень хочется на это надеяться. Но думаю, если бы это было так, то птеродактилевы об этом уже сообщили. Не волнуйся, Тирекс. Мы найдём их. Не волнуйся. Легко сказать. Я вижу, что поиски не дали результатов. Сейчас передохнём, а утром снова отправимся. Стойте. Что-то я не вижу алмаза. Бронз, он же с тобой был? Да, но потом мы разделились, и он пропал. Нет, ещё и алмаз. Ладно, идите спать. И тебе не мешало бы вздремнуть, Тирекс. Хотя, зная тебя, ты и глаз не сомкнёшь. Да уж. Наша задача усложняется. Нам предстоит найти не только детей, но и алмаза. Это и болван. Зачем ты вырубил этого тираннозавра? Он почти вплотную подошёл к месту, где мы спрятали детей. Что мне оставалось делать? Лучше скажи, что теперь нам с ним делать? Наверняка сегодня Тирекс и остальные продолжат поиски. А зачем вам понадобились эти дети? Тебя забыли спросить. Нам они не нужны. А вот одному громадному тираннозавру, забыл его имя, правда, они нужны для переговоров с Тирексом. Ради своих маленьких внуков он добровольно покинет долину и наш Громила станет там вожаком. А вы-то зачем в это влезли? А нам было обещано, что мы сможем спокойно вернуться в долину динозавров, откуда нас Тирекс в своё время выгнал, да ещё и владеть куском земли у озера. И вы поверили. Вот вы смешные. Да замолчите уже оба. Давайте лучше этого алмаза спрячем в той же пещере, где и дети лежат. Скоро придёт Парабелл и всё закончится. Точно. Того великана зовут Парабелл. Что-то он не торопится. Когда он должен забрать детей? А я откуда знаю? Хватит болтать за дело. Ну и тяжёлый этот алмаз. Тихо. Вы слышите? Кто-то идёт сюда. Может, это Парабелл? Нет, не он. Прячься. Вот эта пещера, где мы разделились с алмазом. Правда, это было вон там, правее. Моя интуиция мне подсказывает, что всё дело именно в этой пещере. Надо отыскать вход. Я вчера всё облазил, но не нашёл. Только один узкий проход в западной части. Но у меня туда даже голова не пролезет. А ну-ка, давай уберём эти ветки. А теперь отодвинем эти камни. Зачем? Тоже твоя интуиция подсказывает? Именно. И она никогда не подводит. Я вам помогу. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» А вот и вход. Здесь. Они здесь. Дети и алмаз. Прямо у входа. Вытаскиваем. Они спят. Видимо, их постоянно пичкали сон травой. Бронс и гик. Возьмите детей. А я алмаза. Потом поменяемся. Тяжёлый. Как такое могло произойти? Теперь всё пропало. Что делать? Где дети? Мы... Мы их спрятали. Но Терекс их нашёл и пару минут назад забрал. Зря я с вами связался. Мы всё исправим. Нет. Вы мне больше не нужны. Уходите. Я придумаю новый план. Но позже. О, изобретатель. А я как раз к тебе. Смотри, что я нашла, пока собирала травы. Не знаю, правда, что это такое, но мне кажется, что тебе это точно пригодится. Наверное. Спасибо. А ты чего такой грустный? У тебя что-то случилось? Или, может, ты заболел? Так мы с Трицератопсом тебя быстро вылечим. Давай, говори, где у тебя болит? Да здоров я. Просто у меня... Ах, да не важно. Как это не важно? Давай, говори. Понимаешь, Солька, я сделал новое устройство. Это прорыв. Такого ещё никто и никогда не видел и не слышал. Так это здорово. Покажешь? Есть одна проблема. Я не могу его испробовать, работает оно или нет. Почему? Для его запуска нужно электричество. Или что? Электричество. Не буду тебя мучить всякими сложными терминами. Проще говоря, мне нужна гроза. А точнее, молния. А до сезона дождей ещё ой, как далеко. Вот мне и грустно. Ну, подожди ты грустить. А это твоё... Или... Как его? Нельзя из чего-то другого получить. Нет. Хотя... Да ты просто гений, Солька. Как я сам до этого не додумался. Спасибо тебе, родная. Гениально. Постой. А эта штуковина, которую я нашла, тебе нужна? Да, конечно. Тащи её ко мне. Я гений? Хм... Ладно. Раз изобретатель так сказал, видимо, это правда. Только не понимаю, что я сделала. Ох, вот где бездельничает моя помощница. Солька, я куда тебя отправил? За Иван-чаем. Правильно. И где он? Пока ещё растёт у озера. А почему не сушится на солнышке? Я же тебя просил нарвать его и посушить. Я так и собиралась сделать, но... Никаких но. Быстро займись делом. Уже бегу. Только отнесу вот эту штуковину изобретателю. Я быстро. Ну, что мне с ней делать? Вот, держи. Что? Опять? Изобретатель, ну почему ты снова сам не свой? Тебе же только что пришла какая-то идея в голову. сегодня всё против меня. Я придумал, как мне получить электричество без молнии. Мне нужен ветер. Но его, как назло, тоже сегодня нет. Ветер? Так его можно самим сделать. Давай я буду дуть. Этого недостаточно. Но ты же не пробовал? А может получится? Ой. Всё. Больше не могу. А ты хоть бы помог? Чего стоишь как у стукан? Твоё же изобретение. А пыхчу я. Потому что я знаю, что это не поможет. Ну, подумай головой, какой мы можем создать ветер? Ты ещё совсем ребёнок, Солька? А вот и нет. Я уже взрослая. А я говорю, ребёнок. Крики вдали динозавров. Удивительно. Приветствую вас. Здравствуй, дорога. Какими судьбами? Мы с Марго возвращались из Саксонии. Вот решили передохнуть у вас. И тут я услышал, как вы спорите. Могу я вам чем-то помочь? Нет, не можешь, к сожалению. А вот и нет. Очень даже можешь. Изобретателю нужен ветер, чтобы появилось его какого там, элег какой-то. А у тебя есть крылья, если ты ими будешь махать перед устройством. А что? Это идея. Ты молодец, Солька. Сможешь, Драго? Махать крыльями? Конечно. Изобретатель, ты жив? жив и кажется даже здоров. Я что-то сделал не так? Дело в том, что от твоих взмахов поток ветра, идущий на устройство, слишком сильный. Ты не мог бы махать потише? К сожалению, нет. В полете я могу менять интенсивность и силу взмаха, а при зависании в воздухе нет. Если я буду делать взмахи медленней, то просто упаду. Сегодня точно не мой день. Вот я невезучий. Подожди так расстраиваться. Я знаю, кто нам сможет помочь. Марго, дорогая, можешь спуститься? Всем привет! Чем могу быть полезна? Ты же можешь менять интенсивность и силу взмахов при зависании на месте? Да, а вам зачем? Для нового устройства изобретателя нужен ветер, но мои взмахи дают слишком сильный поток. Нужен примерно вдвое меньше. Сможешь? Да без проблем. Так достаточно? Чуть чуть усилий. Хорошо. заработало! Как красиво! Вот он, мой счастливый день. Драго, Марго, Солька, спасибо вам огромное за помощь. Как я могу вас отблагодарить? моего счастливого вида и хорошего настроения вполне достаточно. пора счастливо оставаться. Это все еще здесь. И, конечно же, Иван-чай по-прежнему растет у озера, а не сушится на солнышке. Ой, прости, но трицератов здесь такое было. Новое изобретение это просто что-то. Вот, я все понял. Иван-чаем мне заниматься сегодня самому. Подожди, я с тобой. Пока, изобретатель. с тобой. Пока. И еще раз спасибо. Ну, что ж, все работает, можно теперь отдохнуть. Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!»